некоторые утверждают что мир создан для удовольствия могу сказать что этот мир он создан для самосовершенствования а не для удовольствия а все вот эти вот радости это как бы скажем поощрение что за гармонию которую человек достигает то есть надо научиться жить в гармонии то есть с этим миром вообще своим уровнем развития то есть на каждом уровне развития позволяется одно или другое то есть перешел на другой уровень уже нельзя того чего позволялось до этого скажем так ну то есть имеется в виду удовольствие те которые были до этого уже перекрываются вернее ты за них будешь уже как бы получать пинки если ты уже совершенствовался и уже перешел в другой уровень восприятия вот мир он эзотическое восприятие мира должно быть бог создал потому что он не мог создать ужасный мир правильно поэтому мир гармоничен идеален красив прекрасен но опять-таки человек должен стремиться этот мир не испортить а с гармонизировать себя к этому миру вот то есть мир тут совершенствовать не нужно абсолютно нужно себя только совершенствовать и не испоганить то что со создано скажем так но поэтому как бы не для удовольствия все это дело человеку следует совершенствоваться поэтому если человек захочет жить только для удовольствия то он получит препятствие как говорится счастлив сам счастьем поделись другим то есть совершенствуешься и делишься в этом процесс обмена идет зацикливаться на удовольствиях это как эгоист это не по-божественному поэтому конечные конечная цель совершенствования неизвестное никогда не будет известно потому что она всегда отдаляется важен сам процесс совершенствования в этом и есть заключается радость когда ты обновляешь свои знания